Привет, меня зовут Юрий Спасовукоцкий, я фитнес-тренер, и мы снимаем экстремальную тренировку в холодных условиях для грудных мышц. Сейчас 15 градусов мороза, и перед выполнением подхода на брусьях мы будем счищать лед с брусьев. Для тренировки я выбрал очень классную площадку спортивную, и если вам будет интересно, и вы спросите в комментариях, в следующем ролике я расскажу о ней. На мне очень правильная термоодежда, так что не бойтесь, что я сильно замерзну, а теперь поговорим о тренировке грудных мышц. Для того, чтобы накачать пропорциональную красивую грудь, недостаточно выполнить какое-то одно, пусть даже самое эффективное упражнение. Вы должны последовательно выполнить как минимум три упражнения для различных отделов грудных мышц. И чуть дальше покажу вам, как это сделать. Лучшая разминка – это отжимания от брусьев или низкорасположенной перекладины. Это легкое упражнение, как раз идеально подходящее для этого. Первое упражнение – это отжимания с ногами на возвышение. Высокое положение ног позволяет перенести нагрузку на верхнюю часть груди, а именно с этой области и следует начинать тренировку груди, так как она является традиционно отстающей частью грудных мышц. При выполнении отжиманий с ногами на возвышении следите, чтобы ваш таз не был выпечен или провален, чтобы позвоночник был прямым, таким образом, чтобы все тело представляло из себя прямую линию. Локти держите разведенными строго в стороны. Мы выполняем один сет из 15 повторений в качестве разминки, после чего выполняется три сета с дополнительным оттягощением по 8-10 повторений. По крайней мере, последнее повторение, десятое, должно быть выполнено уже через силу. Второе упражнение предназначено для средней части груди. Это обычное отжимание от пола, но с локтями, разведенными в стороны. Мы ставим руки шире плеч, отжимаемся и помним, что глубина отжимания регулирует степень нагрузки. Чем глубже выполняется отжимание, тем больше нагрузка. Но с другой стороны, увеличивается нагрузка и на плечевые суставы. Поэтому, если у вас длинные руки или болят плечи, все-таки ограничьте амплитуду. Я также советую выполнить 15 повторений в качестве разминки. Затем сделать три сета по 8-10 повторений с рюкзаком за спиной с дополнительным оттягощением. Третье упражнение – это брусья. Брусья бывают более широкие, более узкие. Для тренировки грудных мышц я советую использовать более широкие брусья. В этом упражнении отжимания на брусьях преимущественно работает нижняя часть грудных мышц. Мы должны выполнять отжимания в грудном стиле. То есть, стараемся ноги отводить немного назад, голову наоборот немного наклонять вперед, немного сутуливаться, локти стараться не прижимать к корпусу, а наоборот держать разведенными в стороны. Также я советую выполнить 10-15 повторений в качестве разминки, затем использовать дополнительное отягощение и сделать три сета, максимум 10 повторений в сете, но так, чтобы последнее повторение уже было на грани отказа мышц. Для этого также вам придется использовать дополнительное отягощение, если ваш вес тела небольшой. Такую тренировку вам следует проводить один раз в неделю с максимальной нагрузкой. Если же вы желаете тренировать грудные мышцы два раза в неделю, чтобы еще больше стимулировать их рост, то вам нужно вторую тренировку будет сделать легкой, то есть понизить веса, уменьшить количество сетов, повторений. Тогда вы будете стимулировать рост груди еще больше. Проводить тяжелую тренировку груди до отказа с большой максимальной нагрузкой более чем один раз в неделю нельзя. Это будет неэффективно. О том, как накачать широчайшие мышцы, а также остальные группы мышц, все остальные группы мышц на турниках и брусьях. Кому хочется увидеть побыстрее эти серии и увидеть их первыми еще до того, как они появятся на канале YouTube, подписывайтесь и я пришлю вам их лично на электронную почту. Ссылка на подписку в описании. Перед тем, как начать тренировку на улице в холодных условиях, подумайте о терморегуляции, то есть о способности вашего организма поддерживать температуру тела только в определенных границах. Особенно в условиях, когда температура внешней среды сильно отличается. Повышать или понижать температуру вашего тела относительно нормальной. Иначе может произойти перегрузка системы теплообразования и теплообмена. Это означает, что в лучшем случае вы потратите слишком много калорий на эти процессы, слишком много ресурсов в вашем организме будет затрачено, и не произойдет так эффективно рост мышц и восстановление организма после тренировки. В худшем же случае вы можете настолько много потратить энергии и на тренировку, и на терморегуляцию, что вы просто можете простудиться и заболеть. При аэробных тренировках вы можете не менять вашу одежду, и там не расстегивать, не застегивать, особенно вашу одежду по ходу занятия. Так как возможно поддерживать терморегуляцию приблизительно на одном уровне, просто одевшись более-менее оптимальным образом под эту нагрузку, под эти погодные условия. При силовой анаэробной тренировке все иначе. Вы можете выполнить сеть с тяжелым весом, и ваш организм может выработать большое количество тепла, в результате чего может быть жарко даже в раздетом состоянии, даже в холодных условиях. После чего идет перерыв 2, 3 или даже 4 минуты, если выполняли интенсивный сет. Пока вы восстановите ваши мышцы, температура тела резко падает, так как вы находитесь в состоянии покоя. И вам нужно наоборот в этот момент утеплиться, и для достижения оптимальной терморегуляции, чтобы вы тратили меньше калорий, не тратили меньше тепла, вам лучше всего будет менять одежду, то есть одевать куртку и снимать куртку прямо по ходу силовой тренировки много раз подряд. Это единственный способ провести тренировку эффективно, и потратить минимальное количество энергии. Существует и другой способ оптимизировать процессы теплообразования, теплообмена, теплоотдачи. Это одеться в специальную термоодежду, способствующую терморегуляции. Таким образом вы будете проводить тренировку более эффективно, и с такой одеждой вам гораздо проще будет. Вам не придется так часто снимать, расстегивать, застегивать одежду, тратить на это время, испытывать дискомфорт, отвлекаться от тренировки. Вот сейчас я полностью экипирован в термоодежду, и таким образом моя тренировка пройдет максимально эффективным образом. Таким образом я экономлю калории, все ресурсы уходят на восстановление и рост мышц. Если вы дрожите, то уже пошел сократительный термогенез, то есть это уже плохо. Это означает, что теплообразование уже происходит за счет сокращения скелетных мышц, частого происходит вот эта дрожь, и вы уже начинаете терять свои силы не в том направлении. Если будут какие-то вопросы, друзья, опять-таки в комментариях под этим видео спрашивайте. На днях мы снимаем серию, как мы тренируем другие, в помощи в уличных условиях. Там все я расскажу. До следующей встречи, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok